День знаний по праву считается одним из самых массовых праздников в России. Сотни тысяч детей и взрослых встречают его с искренней улыбкой на лице, воздушными шарами и цветами в руках. Для кадетской школы имени Героя Советского Союза Александра Кочетова 1 сентября стала не только праздником знаний, но и знаменательным событием в истории учебного заведения. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Ветераны Федеральной службы безопасности совместно со скульптором Владимиром Нагорным подарили бюст нашего земляка, Героя Советского Союза Сергея Кочетова кадетской школе, носящей его имя. Уверенный и добрый взгляд летчика-истребителя угадывается и в бронзовой скульптуре. Коллега и друг знаменитого земляка Эмиль Ургалкин запомнил его именно таким. Мы с ним встречались, разговаривали. Он был очень жизнерадостный и доброжелательный человек. С большим чувством юмором. Очень интересно рассказывал. А я с большим интересом слушал. Александр Кочетов еще до начала Великой Отечественной войны был неравнодушен к небу. Вместе с другими участниками аэроклуба прыгал с колокольни Аллатрской церкви с парашютом. В 1940 году поступил в Энгельское авиационное училище и стал летчиком-истребителем. Во время войны провел 120 боев, сбил лично более 40 самолетов противника и в 1947 году вернулся на родину в Аллатр. Десятки лет Бюст находился в мастерской художника и не случайно именно сегодня обрел вторую жизнь. С 1 сентября этого года кадетская школа имени Кочетова представляет всех кадетов Чувашии на всероссийском уровне. Сегодня вы являетесь свидетелями удивительного события – рождения большой организации российского движения школьников, которая призвана объединить под своим крылом все лучшие практики в области воспитания подрастающего поколения. Это возможность для каждого участника проявить себя в любом из направлений деятельности организации. Мы все вышли из школы, когда учились, имели свои мечты. Вот эти ребята в красивой форме читали правильные книжки и будут, наверное, еще читать, если выбрали себе мечту служить Родине на морях. Именно мечта становится путеводной звездой как для состоявшихся кадетов, так и для новобранцев. Я решил поступить в кадетскую школу, потому что в будущем я хочу стать военным. А именно эта кадетская школа делает из обычных мальчиков кадетов и будущих военных, как я уже сказала. Это так волнительно, новая школа, новые друзья. Конечно, тревожно покидать эту старую школу, но надо двигаться дальше. Теперь бюст героя будет напоминать кадетам о том, что целеустремленность и упорство в достижении цели – самые верные и надежные спутники на дороге к своей мечте. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова